Марвиш, что я вам обещал, я обещал, что мы попытаемся сделать, чтобы у вас была такая точная посетка стучков. Это просто вложение, а это не бывает экс. Но, в основном, у нас слабый экс по стационарному станку, это идея в степени партии, ну, значит, мы на армии тоже не хотим. Эта последовательность, она у нас индуцируется, соответственно, длинную последовательность Майера-Гиториса. И там есть вот такое, значит, место, когда мы вот движемся к Молу Гриф-1, доходим вот сюда вот. А дальше у нас идёт повышающая операция, мы идём во вторые, во вторые, во вторые. Вот, а с другой стороны, значит, это сукарное, естественно, складывается, значит, в самое обычное, вещественное, как мы называем, в дорамусский, да? Слушайте, как я бы раньше обозначал, как мы называем Бокштейн, хороший вопрос? Бетто. 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 А давайте сейчас разберёмся ас туда что мы здесь берbard, потом, Значит, я начну лишь это несколько из деталей, как рассматривать, вот когда у нас есть расслоение, то у нас будет реализующий коцикл. Они берут садку, то есть пересечения реализующих окрестностей, то мы можем их реализовать двумя разными способами. Значит, по-моему, еще с реализующего отображения Фи Альфа, и еще с реализующего отображения Фи Альфа. Если здесь справиться на первой шансом ночи, то она должна быть коммутативной. То есть, если я возьму, значит, Фи Альфа, а потом где-то внизу первую, и применяю это к ИКС и к какому-то единому слою, делаю свой наводчик. Значит, у вас, из-за того, что это что-то, она коммутативно у вас тут, у вас точка у Альфа-Бета, она остается на своем месте, то есть, если свой наводчик у вас прям преобразовывается, значит, мы... Единственное, это кандиджи Альфа-Бета Альфа-Бета. То есть, вообще-то, G Альфа-Бета, это какой-то элемент группы деферматизмов, но мы считаем, что у нас есть какая-то структурная группа, да? То есть, G Альфа-Бета, значит, Альфа-Бета, это, значит, групп... Когда у нас рассвоение векторное, да? Значит, G Альфа-Бетона изжаривающего, да? А дальше, значит, это так, что у нас тут 2 разных инвестиционных цивилизаций, это то самое, что у нас тут 2 разных ремонтных ремонта ремонта, да? Мы можем считать, что разные цивилизации, они не имеют опции, потому что там везущие ответности у альфа, а здесь в это взять всевозможные пересечения у альфа и в это будет измельчение и того покрытия, и этого покрытия, поэтому мы можем сравнивать на общем линейке. И тогда у нас ситуация будет следующая, у нас тут есть у альфа, у нас здесь есть коррекция, здесь у нас есть коррекция от у альфа, вы можете либо это делать и вырубить, если вы очень взорваны на фи альфа, а затем в это сделать, а либо вы можете писать здесь реализацию с помощью какого-нибудь си альфа. Вот, и тогда у нас тоже будет вот такая вещь, например, сфер альфа на вся альфа минус первой, да, минус первой, если применить вот, значит, пикс в, где будет у вас пикс, а здесь будет какое-то такое отображение, значит, Я хочу писать весь... значит, в себе-то... Да, вот пусть мне начнись и все альфы, там, ковидующие по циклу G, альфа, бета, а для все альфы, ковидующие по циклу мне как-нибудь G, альфа, бета, я хочу написать соотношение, значит, на некоторое там есть, написать вопрос, значит, нужно просто взять, значит, что там, значит, вся альфа на себе до минус первые, а теперь можно написать вот так. Мне надо написать, я написал здесь, тогда, значит, все бета, минус первые, альфа, а вот я напишу на, значит, сейчас у меня, на физику, а здесь напишу на бета, минус первые, а здесь напишу на, фиат, минус первые, на все бета, а на все бета, вот так, я напишу, да. Тогда смотрите, что у меня это будет, если я применю это к X, V, да, тогда у меня первая компонент у всех, когда оба части будет сохраняться, это будет Y, а вот для вторых компонентов у меня будет ложка. Вот это у меня будет, значит, H, альфа, 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 вот это будет у меня preserve волна альфабетная, вот это будет у меня, вот видите, вот это будет H, бета, Это у меня будет ЖА2, а это у меня будет, смотрите, какая-то обратность к... Это будет Ашальфа. А это будет Ашальфа, да. Смотри, если бы я писал это в объективную запись, я бы здесь писал голос Плюс. Да. Это, грубо говоря, в сущности, условие того, что у меня чеховский картикл вот этот, как омолодиченет. Это минус первой. Значит, это запись просто... Сейчас, тут ее, сейчас. Ну, это минус первой. Сейчас. Сейчас. Сейчас, что-то не так. Ну, потому что это минус первой. А, потому что минус вот это вот, это, ну, это все альфа, а не все альфа, а не все альфа, а не все альфа, а не все альфа. Вот. То есть, это условие как омолодичности, а еще у вас есть вот это самое естественное соотношение... Которые вам говорят, что это будет коцикл. То есть, это значит, что это у нас коцикл. А это значит, что у нас, если вы делаете другую революционную реализацию, то в сущности коцикл у нас когмологии. Бажно, важно понимать, что в каком пучке эти когмологии, значит, они находятся. Значит, это условие. Это у нас пучок гладких функций сознатения в ЖЭВ. Да? То есть, он утек такой достаточно сверху, на самом деле. Да? Почему? Ну, потому что там это произведение некомизативное и так далее. Жизнь очень сложная. А теперь давайте мы вот посмотрим на элифа, когда у нас значит, как головной скленировый расположитель. Вот видите, а тогда с одной стороны скленивающей коциклу у нас эта головной... Потому что они головосные, а с другой стороны у нас... Потому что они линейные, структурная группа, будут у нас ЖЭЛИ1СЭ. 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 Что такое? Так вот, значит, гладких функций сознатения, не получающихся в НО. Это означает, что вот эти самые ЖЭ, альфа, ВЭТО, значит, они просто... ВЭТО, значит, у нас... ЖЭЛИ1СЭ. Вот эти самые штуки, да? Поэтому, что у нас... Что у нас получается? У нас получается, что вот если у меня было здесь покрытие... ВЭТО, значит, скрещи из УА, то у меня вот эти самые расплоения, вот, вот эти, они дают мне диэкционерно-фигмологический класс в H1, потому что это один крестиклотик от Х, крестиклотик от О1. А, то есть, сейчас, тут входят, кстати, в клубах. Да. А дальше... Что я должен сделать? А дальше я должен взять просто прямой предел по всевозможным покрытиям, и у меня получится выпустить первая программа логика Чеха в звёздочек. То есть... То есть... Это кажется, что я вам так, в строках, буду слушать, что классы эквивалентности головонокных клинных расплоений на Х, это, в смысле, кавмологические классы, во-первых, кавмологии Х, то есть базы в пучке... У меня есть покрытие... Если покрытие является излечением другого, то оно считается меньше, чем у вас. Вот такая система, вы не должны называть это всё. Вот. Это то, как мы интерфертируем вот этот продукт. Почему у нас С1 действует отсюда, вот сюда? У нас же С1, в базу Женя, он кушает у нас растворитель. Ну, а пока для нашей квартиры есть растворительный характер. У нас человеч witnesses, издаляется. Мы 두ц CONSING! Это у нас подрастание, что, в общем, у нас тут возможности. Шеф, а можно все-таки вопрос, а почему первые технологии комментируются в последнее время? Но, в смысле, там вот написано, что я могу взять и переставить это делать кормовый. Ну вот, есть, если я займу поставить вопрос, да. Но я думаю, что почему-то вообще это право. В смысле, я думаю, что это? Да. В последнее время, в последнее время, в последнее время, там вести какую-то политическую красоту. То есть это, конечно, не о чем-то. Ну, ну, смотрите, в общем-то, у вас же я хамывал две разных гибридации на одном покрытии, а формально там нужно брать на все важные возможности, и там не убивать их никакой кормовый. Ну, там это, как бы, стал, так сказать, на десять. В соответствии с тем временем у нас действует вот от спида, вот. В соответствии с тем временем у нас действует в сет. Значит, давайте мы сейчас немножечко вспомним, как мы кван-2, вернее, определяли. Значит, мы говорим, что у нас пара СТ-1СКСИ, то у нас, значит, КСИ, значит, это у нас, значит, расслоение линейное. Значит, СТ-1СКСИ, мы это не дели как. То есть нам нужно было взять, значит, термитовую циклу, да, дальше нужно было взять связанность, согласованность с этой циклой циклой. Дальше мы считали формулу клипизмной данной. Значит, если здесь у нас была Д, то есть Омега, то Ф, в одномном случае, это у нас просто, значит, Омега на Омега. Представляете? Потому что у нас одномерный случай. Д, Омега, Д, Омега на Омега. А, не-не-не. Да, просто Д, Омега, это одна форма, просто, значит, она будет выйти от структура. Дальше мы поговорим, что П, Омега, СТ-1СКСИ, это гномологический класс, чего? Значит, нужно взять вот эту самую хривизу умножить на 1,5, вот у нас такое соглашение было, да. Давайте мы теперь сделаем такую. Значит, вот я выберу, значит, у нас эту самую метрику, да, значит, и я возьму теперь хривизацию. То есть, соответственно, у меня есть, значит, следующие карты. Смотрите, у меня расстояние одномерное. Это значит, что у меня базис состоит из одного динфонекта. Значит, у меня, значит, будет гамма, а у альфа, значит, батис состоит просто из какого-то одного вектора, там, Е1, альфа, как его имя. Дальше, значит, смотрите, а, тогда мне, да, значит, а, значит, как мы с вами обсуждали, у нас, значит, вот этот самый скрипучный карты мы можем инструктировать просто как матрицу замены базис в сечениях. Так, значит, это что значит? Это значит, что у нас, значит, там Е-бета, где-то будет, значит, уже... Так, сейчас у нас альфа-бета пересчитывает из альфы в бета, да, сейчас... Я так писал формулу, ну, честно. Какое это было? Так, это зато, когда я сейчас писал... Красивое написание. Да, 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 я решил, что из альфы в бета это же альфа в бета, да, значит, тогда у меня, значит, днис, 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 днис. Почему мне это интересно? Мне это интересно вот почему, потому что мне нужна матрица нашей литовой формы, да. Почему нужна единичка? Ну, потому что один базис в бета. Ну, просто она потеряется там еще раз? Нет, я постараюсь. Значит, теперь как можно. Значит, матрица это устроено очень просто. У нее есть один из элементов H1, да, альфа. В, в, в уальфа, да, значит, чего это такое? Это просто, значит, вот такая вот штука. Очень хорошо. А смотрите, а как тогда H1, альфа-бета связан с H1, альфа? Смотрите, вот для того, что это устроено вот так, вот это делано, будет унажаться, отсюда нажая фобиотов, да, отсюда нажая фобиотов, да, нажая фобиотов, да, здесь это будет у меня вот так хорошо. Это важная формула, она очень понадобится времени. А теперь смотрите, я выдал вам в какой-то момент формулу, как Х1 выражается через H. Эта формула у нас встречается от формулы из Уэлса, потому что мы взяли такое соглашение. Поэтому, значит, так, вы в энергетических своих аспектах эту формулу начали. Мы доводили с вами формулу F через А. Вы вествуйте D с чертой от H-тонсфонированной минус первой на D H-тонсфонированной. То есть, до счета этого всего? Нет. Так, вествуйте от всего этажа. Окей. Вот, значит, это у нас, это у нас такая вот общая формула. Значит, тогда у нас, что возникает, значит, у Альфа, у меня, значит, C1 на 2С, у него, представитель, будет вот такой. То есть, это будет, значит, I на 2P, а дальше у меня, значит, будет 2C в той. Ну, смотрите, здесь H это число, просто, поэтому я не могу прослушать, а сопряжения нигде не было. Да. Там нет. Нет. То есть, что понял? Ну, окей. Значит, H1 на 2, на 2, на 2, H1 на 2. Ну, скобочки там тоже, наверное, стоит поставить. Ну, да, да, да. Вот здесь их сложно сказать. То есть, вот эти скобки, это, значит, коринологический класс данный скобок. Значит, мы с вами знаем, что при преобразовании байли, значит, там, коринологический класс преобразовывается правильно, поэтому, значит, то, что на 2P это будет, там, другая формула, нас не смущает, они будут какомологичны. Ну, на самом деле, исходя из этой формулы, это можно, скорее всего, просто проверить, у вас будет ясно, что этот шинтал у нас не скачал, да. Вот, а теперь, значит, значит, смотрите, это мы нашли пока что, эту штуку. А мне теперь нужно найти четко будет D со звездочка соответствующие что-то здесь. Да, значит, давайте мы это делаем. Значит, давайте я эту штуку оставлю, пока она нам, видишь, не нужна. Немного и долго. Значит, давайте мы вспомним, как вообще строится гомофизм Бакштейн. Вот у нас есть элемент, вот здесь осуществляющий кси, да, то есть этому самому кси, этому самому расслуживанию, ему отвечает вот этот скачално-склирующий карту, значит, G, жарифабета, которая, значит, у нас образует... Сейчас мы... Мы как-то делали какое-то специальное отображение, это, извините, для куцепей, там, Z как-то там. Нет. Нет. Ну что? Ладно, давайте, значит, по этому... Значит, у нас... Значит, у нас... Значит, у нас... Один кац... Значит, там... Один кацепий, значит, на... Значит, с покрытием, ну, с кэффициентами в... 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 Ну, так и было. Ну, точно. Очень хорошо. То есть, как устроен... Да, значит, здесь... Важна вот такая... Что-то мы смогли это сделать. Давайте мы выберем такую... Такую триггаритацию, что... Эти самые... У альфа, ну, зуб, у нас... В покрытие VRF. То есть, у нас... Всевозможные пересечения у альфа, они... У альфа-кар, это... По-прочему... Это... То есть, у альфа-кар... То есть, у альфа-кар... То есть, у альфа-кар, это... Покрытие вверя всегда есть, это следствует из науки про геодезическую. Абатерий Уай всегда обещает, что в любой точке на нём многообразие есть такая крестница, и в любой точке соединяется единственная геодезическая, для этого следует, что в любой точке есть система, что называется геодезическую выпуклую окрестность. Да, тогда пересечение двух таких окрестных сезонов геодезических выпуклых, и об этом, значит, вы из таких свечей можете сделать. Любых двух или любого набора? Любое конечное пересечение, значит, оно будет так. Чего дальше? Я скажу, смотрите, если эта штука, она у нас рогоменовка BN, то у логарифма есть, то можно у контекста логарифма выбрать ветвь, однозначно. Значит, LN, значит, можно выбрать ветвь. Значит, LN, значит, можно выбрать ветвь. Так, что значит, у вас есть? Ну, вы понимаете, что комплексный логарифм это вообще невозначенный. Да, все. Да, но если у вас образь одноразвязанная, то вы можете там выбрать невозначенный ветвь. То есть, у вас нет возможности войти. Нам не важно, какая именно ветвь, как мы увидим, нам важно, чтобы она была... Потому что у нас экспонент BN, учитывая, как мы ее определили, как в каком-то физике, то это значит, что это 1 на 2-5 в логарифме X. Ну, потому что у нас для экспонент BN, как есть с ними 2-5 в логарифме X. А что мы сейчас стараемся сделать? Мы сейчас хотим понять, как устроен этот самый гаммафильм Бокштейн. Да, на самом вот этот ингредиент нужен? Потому что надо... Вы вспомните, как мы строим гаммафильм Бокштейн. И мы отсюда отступаем вот сюда, применяем D, и мы считаем, что дальше вот сюда. Нам нужно быть отсюда. Нам нужно быть отсюда. Да? Поэтому, значит, вот у нас было вот этот самый G, альфа, где-то здесь. Тогда, значит, у нас такая вот, значит, концепция, которую мы назвали и логарифмом G, альфа, бета. G, альфа, бета. Это значит, что один концепт Бу-у в гуская в стеркви Бу-у-у, который у нас с помощью экспонента отсылается отсюда. Так. Согласны, да? Вот. Дальше, значит, чего? Дальше, значит, нам нужно взять и применить здесь, там, пограничный оператор Чех. Да? Значит, у нас есть пограничный оператор Чеха, который здесь у нас есть С1. Значит, это действует С2. Значит, как у нас он вообще устроен, да? Значит, он у нас... Что такое? Выяснили, что у нас D и так какой-то там костейки Кси. Значит, С2, значит, где-то будет три интекса. Да. Значит, что это такое будет? Значит, у нас будет Кси бета гамма, вот, на первой, минус Кси альфа гамма, выкинули второй плюс Кси, альфа гамма, альфа гамма, выкинули третий. Так? Где-то у нас голос-то положен. Ну, Семен, ну, я не знаю, что он как-то молодой Чеха, потому что он просто родная... Да, у меня клеточная. А это круче. Все верно. Вот. Значит, у нас тогда будет такая штука, соответственно. Да, значит, и смотри, у нас получится 1, 2, 5 и логарифм от логарифм, значит, G бета гамма, минус логарифм G альфа гамма, плюс, значит, логарифм от G альфа гамма. Это, значит, у нас штучка, которая ждет у нас С2 от В6. А дальше, значит, что мы должны заметить. Мы должны вспомнить, что у нас на самом деле вот G альфа бета, G бета гамма, G гамма альфа равны единице. Значит, у нас альфа бета она вот, бета гамма она вот, а гамма альфа это у нас G, значит, альфа гамма минус 1. Так ведь? То есть это 1 поделить на альфа. Аккуративность G или 1. Из этого я сделаю, что вот эта вот штука, учитывая то, что равные без ее логарифм отличаются на 2, 3 на целое, то вот эта штука, на самом деле, она лежит в целых. Так и должно быть. Потому что мы знаем, что если мы двинулись вот туда, только по науке про Майера геетонизм, она должна приезжать отсюда. Так ведь? Значит, она, значит, вышла, что на самом деле, то есть, на самом деле, она принадлежит в C2, значит, альфа-пурской, в C2. Ну а дальше, что? А дальше вам, значит, науке про Майера геетонизм, объяснишь, что вот именно это и есть представитель, тот, который даст вам гамма из Бэкштейн. Значит, у нас, значит, D со звездочкой, а G альфа-пурской, да, вот так, а с вот такого, да, он у нас имеет, значит, 3, 3… А, ну, например, а не так, что вот D, G альфа-пурской, то у него, значит, 3, ну, вот так, и он, значит, вот такой вот шуток. Ой, я хочу оставить эту формулу. Давайте я ее оставлю здесь, потому что она здесь, и потом она здесь. Теперь, смотрите, вот это вот наш D со звездочкой, да, от G альфа-пурска, а вот это, значит, он живет у нас здесь, это у нас такие чеховские, две малые, да, вот, вот, а вот эта штука, она у нас живет здесь, это у нас такие, такие драмовские карманы, и нам нужно вспомнить, как вообще устроено отображение между драмовскими, как бы, кремовыми и чеховскими, да, вот, значит, мне для этого понадобится что-нибудь стремить. Смотрите, давайте я буду рассматривать такую штуку. Я буду рассматривать чеховские рассыпи для покрытия спиншентами в формах степени D. Я буду рассматривать такую штуку. Зачем? Потому что мы сейчас нарисуем этот самый двойной комплекс чехоперазма. Что это такое? Давайте я буду делать вот эту штуку. Что это за форму написано? Это у меня и в концепте кэффициент, покрытие FU с кэффициентами в специальных формах вещественных степени ЖИ. Отлично, да. Значит, что я хочу сделать? Я буду написать такую штуку. Я буду написать здесь, значит, C0 от UR. Вот, это у меня, значит, DATA в C1 от UR. Это у меня, значит, C2 от UR. Значит, и полетело дальше. А теперь смотрите, как бы у меня... Они, естественно, вкладываются в концепт с изучением функций. Константы вкладываются в функции. Вот. Здесь мне будет... Это указывается C0, значит, от UR в E. А здесь мне будет, значит, DATA в C1 от UR. А здесь мне будет, значит, C2 от UR. И так далее. Здесь мне тоже, что выведут D. И так далее. Это у меня просто положение. Это у меня просто положение. Попробуйте. Попробуйте. Опять смотрите. А дальше я могу здесь сделать дефринтал. Обычный внешний дефринтал. У меня здесь будет, значит, C0 от UR в 1 формах. А здесь будет D. Значит, C1 с коэффициентами в 1 формах. А здесь, значит, у меня будет C2 с коэффициентами в 1 формах. и так далее. А здесь, в недальше, будем снова D. Здесь, не будем, значит, C0, 3,0-2 формах. Значит, C1. — Это страшно, это страшно, да? — Вообще нет, сейчас тут вовремя, господи. — То есть, пока вы не пришли по лидеру, что просто по горизонтали тут Чеховский? — И далее идут чеховские дифференциалы для пучка вещественных чисел, гладких функций 1 форм, 2 форм и так далее. Значит, C1 тут у нас есть 2 формы. А тут у нас, значит, C2 от 2 формы. А здесь, смотрите, у нас... — Угу. — Сейчас, сейчас, я правильно делаю сейчас. — У нас там снизу я всегда вложу. — Нет, здесь вот у меня дальше ведется для инфинциалта. А здесь я сделаю такую штуку. Смотрите, вот у меня здесь... — Здесь, кстати. — Вот здесь вот, да? Здесь находится просто... Что такое у меня ноль цикл? Да? Это у меня просто... Вот, допустим, у меня омега. Это у меня элемент C0 от У, значит, какого-то ЕК. Это значит, у меня... ...заданное омега-альфа, да? Которое у меня, значит, просто... Вот, значит, у меня К-форма на ОФ. Так честно, честно, я как народ выступает на ОФ. Значит, ноль концепта — это просто значит, что у меня на каждое ОФ задана форма. Так честно? Ну, смотрите, я могу их получить ограничением глобальных форм. Вот, давайте у меня здесь вот у меня будут идти глобальные функции X, которые вкладываются вот туда, J. А как они... Да, здесь у меня, значит, будет один форма на X, которая, значит, мне вкладывается туда. А здесь у меня будет два форма на X, которые у меня вкладываются туда. Как они вкладываются? Очень просто. Жир Омега на Альфа — это просто Омега, ограниченное на Ор. Смотрите, а здесь у меня идёт просто комплект Драк. Значит, то, что получилось, это называется следующее. Смотрите, у нас вот здесь стоит двойной комплекс. Екаты — это что у нас? Екаты — это К-4, если вы вещественное значение. Потому что Омега у нас вилитимирована для головотных, всех их форм, комплекса. Это вещественное обозначение в Ч-2. Значит, это двойной комплекс. У вас и каждый столбец, и каждая строка — это у вас комплексы. А вот это, когда мы говорим «это» и «это» — это то, что обычно называется аугментированный двойной комплект. А Косин, как всё время говорил, что это слово Омега предлагал называть окремлённый двойной комплект. В общем, как вы не говорили, аугментированный или окремлённый — это Омега. Значит, вот здесь за этим стоит некоторая такая наука. Я не хочу это стирать не пока. А будешь делать? Можно доски сложить и тогда... Смотрите, вот что вы там здесь стекаете? Да. У вас будет от потока вознания. У вас кровотечения, что-то? Ну, я... Можно сказать. Не смотрите. Не-не, может быть его наспасать там? Нет-не, всё это просто окремлённый. Ответите. Да, смотри, смотри, вот такую сумму. Смотрите, он каждое это тано, но это в этом плюс это. Сейчас так надо со знаком. Нет, здесь без знака. А этому у вас что? То есть, если вы возьмете вот это, прямую сумму эту, прямую сумму вот таких вот антидиагоналей у вас будет из каждой суммы отображаться в следующую, и вот этот d у вас будет дифференциал. И у вас это будет комплекс. Теория вот этой точки, что у вас кагомология этого спадает кагомологиями этого. А в несколько раз спадает с кагомологиями этого. Поэтому у нас кагомология чеха, вещественно, спадает с кагомологией, вещественно, морально используется. С кагомологией нижнего спадает с тотальными всего или только того, какого врага? Нет. Удвойного, несмотря на кагомологию. Вот это отображается в это, это в это и так далее. Так что вот кагомологию мы используем тот, который вы объединили. Да, да, да. Вот у него кагомологии, вот эти вот штуки, они спадают с кагомологией вещества, поэтому, значит, они равны, поэтому там кагомология и чеха, и драма совпадают. Значит, это я вам и говорю, что вы по итогу я буду делать чех. Смотрите, из-за этого объясняется, как надо конструктивно строить этот самый изоморфизм. А, и он, ну, вы настроили так, смотрите, вам хочется двигаться внутри одного такого класса. Вам нужно попасть вот сюда, а дальше двигаться вот так. Почему? Потому что когда вы двигаетесь вот так, мы заменяемся как аналогично в этом самом классе. То есть мы сейчас двигаемся вот сюда, а потом сделаем вот так, вот так и приедем вот сюда. То есть это верно, чтобы человек вот такой вы выделили и у него вот под строкам и под толксам кагомологии нулевые? Ну что, значит, смотрите, у вас же е-это крючок тонкий. Да. Ну а че вы тогда ходите? Нулевые, как молодые, да. Ну все, значит, это верно. Не, ну, ну да, как бабочка, там какая-то юная наука, что ли? Аман, я уже на тебя заявку на Филосе написал. Не думать. Лучше нахлы, это бабок больше. Ну что, копейте, а вот, ну и да. Сознанием дела. Сознанием дела. Вот, значит, хорошо. Значит, теперь я хочу, чтобы мы потанцевали с тем, что у нас есть. Да, значит, смотрите, что у нас есть. Ох, у нас есть вот эта вот штука. Так, вот. Ну, она живет у нас тут, то есть она живет здесь. Да. Я засуну ее вот сюда. Она устроена так же. Да, я бы не просто взял и сказал, а давайте я вот эту штуку буду рассматривать, как будто у меня уже альфа-беты. Это теперь, там, какие-то там, вот. Вот. А дальше смотрите. Мне нужно взять и ее сюда. Теперь, вот, посмотрите. Вот, вот, видите, то, где используется тот кучок тонкий. Да. Кучок тонкий. Как молодой у вас ноль, смотрите, эта штука у нас дельта, у нас каждая штука, от которой дельта ноль, она дельта от кого-то там. Но в любом случае от нее прообраз кого она там, это найти просто. Вот эта штука у нас здесь, а следующая штука, давайте я ее назову как-нибудь. Давайте мы будем там кси-альфи-бета-гамма. У нас кси-альфи-бета-гамма, она видит, что все два инфекция в центре и здесь, а значит это видит внутри, значит, все два инфекция в центре и здесь. Кси от альфи-бета-гамма это вот единица на дворе. Я не знаю, что это. Это штука. А теперь смотрите, она приезжает отсюда. Да? И от кого же это она? А это очень просто. А мы это знаем. А мы знаем, что у нас кси-альфи-бета-гамма, у нас это дельта от желательно в суде сигма, уже написано, там сигма-альфи-бета-гамма, где у меня есть сигма-альфи-бета, именно вот это вот один на два пи, а в алгоритм от уже отзывается. Смотрите, вот вот эта штука, она уже живет у нас в один, как чувствовало, то есть в один кси-альфи-бета-гамма узкой в центре и у меня нет. Вот мы приехали быть сюлицей. Сейчас сигма, это то? Сигма – это то, а как бы дельта от чего является это кси? Сейчас теперь мы поняли, что она существует. Смотрите, если D то это, мы его выкладываем ровно на эту штуку. Кси его произвольно? Кси это ровно выкладывает эта штука. Нас украсим тот козеркал, который возникает в регионах из Бакштейна. Согласимся, хорошо? Да. Отлично. Теперь что мы хотим сделать? Мы теперь хотим взять и принести ему D, чтобы уехать сюда. Да. Значит, давайте я это сделаю. Мне теперь нужно написать D сигнал-хазит. D сигнал-хазит. В основном времени и давно успеть. Правда? Значит, 1 на 2 Пи прекрасно пойдет. Дальше смотрите. О! Что я вам скажу. Гондюрный ровно. У нас расстоение голоморсное. Так? Значит, G альфабета у нас это голоморсная штука. Поэтому D еще стоит, и это будет 0. Поэтому у нас выживет здесь всего лишь что-то D, значит, от элогаризма G альфабета. Гондюрный ровно. Все согласно. Все согласно. Что? Все правильно. Все правильно. Все правильно. А жаль фракета, она голомосная, потому что здесь у голомосного слей. Смотрите, эта штука живёт в детстве. То есть это у нас один кассет в щеке со значениями в один формах для подключения. А теперь смотрите, вот если я применю к ней дельту, дельта, 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 дельта. — Да, но это не один конец, кто в него подходит в качестве. — Сейчас потом подожди. Всё будет. Смотри, ладно. Вот если я применю к ней здесь вот дельту, но и здесь вот сюда. Посмотрите, мы уже знаем, что это применить и, а потом д. Но это композит, сейчас у меня ноль. Значит, это у меня будет ноль. А дальше смотрите, у меня я один тонкий пучок. Поэтому если у меня дельта от этого ноль, то это является дельтой от кого-то. — И кому мы применяем седьмая композита? — Ну смотрите, у нас седьма здесь, мы выглянем вот сюда. У нас седьма, она приехала у нас отсюда. — А это... — Ну так вот этого, а потом этого. — А это в жальфабет. — Слушайте, если вы константы вложите в функции, а потом их продиференцируете, то получится ноль. — Для седьма альфабетов в ци два ур лежит в жальфабет. — Ещё раз славно. — В ци два ур, кто соответствует? — В ци два ур, и вот это, с чего мы вообще начали. Там же вот кси. Ну, значит, вы знаете, отсюда сюда, потом сюда, потом сюда. И там, если мы приедем его сюда, то там подняться. — Да. — Значит, следовательно, у нас существует какое-то там сау альфа, такое, значит, что у нас седьма альфа бета равно, значит, дельта стал альфа. — Да, ну, естественно, мы же плыдём в эту сторону, да, мы же, там, значит, два коцепи и черта теперь один, а потом будет ноль коцепи всех, да. — Вот. — Значит, давайте мы попытаемся понять, кто это такой должен быть, да, иначе... — Значит, если у меня, значит, у меня есть какие-то такие тау альфа, которые у меня, значит, должны быть, они должны быть выделены. — То есть это ноль коцепи со значениями в один формах, так. — И, значит, у меня, значит, д тау альфа бета, который, ну, что такое, это тау бета минус тау альфа, да, выкинул первый индекс, выкинул второй индекс. — И это у меня должно равняться, значит, один на два пи и д логарифм же альфа бета. — Значит, эти два аспекта, там стоит дельта? — Да, да-да-да, дельта, 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 это как-то... — БЕС ПОКУТСКОВА! — БЕС ПОКУТСКОВА! — Ну, вот. — Значит, как нам понять, кто это такой должен быть? — Значит, мне хочется... — Мне хочется... — Ну, смотрите, у нас в конечном итоге вот здесь, после дифферентирования этого тау, должна получиться вот такая фигмент. — Да, значит, нам нужно двигаться к этому. — Значит, что нам нужно вспомнить? — Сейчас. — Нужно вспомнить вот, что... — Я написал в конечном преобразовании, да? — Значит, у нас H... у нас H1 1 β... — Это даже H β² на H1 1 β. — Да? — Это значит чего? — Это значит, что если я возьму логарифм от H1 1 β и отниму логарифм от H1 1 α, и результат... — Что такое? — Здесь вы figures this by würde Это Робу Да. Значит, логарифм от частного должен же равняться логарифму от этой инструкции. То есть, тут логарифм же альфа β в квадрат. Сейчас, мне не нравится, что там стоит железь чертой. Как нам это делать и набариться? Сумма тоже. Что? Ну, пока смутно понятно, что происходит. Но, в целом, если мы хотим брать под чего-то дифференциал, то логично... А-а-а! Дело в этом. Смотрите, это же G на G с щехтой. А прядь G с щехтой — это 0. Поэтому я могу, на самом деле, написать, что вот это у меня 1 на 2 d, а здесь же логарифмем G а-хо-бета плюс логарифмем G а-хо-бета-цепер. И это у меня все улетит в космос. Поэтому, значит, я вижу, что у меня... Так это я уже могу улететь. И в силу, значит, вот этого вот соотношения, у меня получается, что у меня вот это самое tau альфа — это будет у меня 1 на 2 pi. И, да, значит, код 1 на 2 pi, значит, D на логарифм H 1 1 а. Так ведь. Слушай, тогда у меня получается, что вот эта разность, это tau гета минус тал альфа — это вот эта штука... Да, D от вот этой разности, D от этой разности — это будет ровно по 2 pi. Так ведь? Угу. Значит, эта штука у нас живет уже в нольх цепях с значениями в Е1, в один формул. Сверх, что теперь мы ее с помощью дифференциала запекнем вот сюда. Значит, что мы видим, что у нас... Ну, поэтому у нас... Да, 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 да. Что это делать? У нас tau альфа. Нет, у нас... У нас D от tau должно быть вот вот это. Смотрите. D от tau это tau бета минус tau альфа. Тау бета минус tau альфа — это разница таких вещей, это 1 на 2 pi D от вот этого, 1 на 2 до 5 года снасти. Это же Е-джемс? Нет. Это у нас в Кайф-церке матрицы Эльмитрова нет. Они преобразуются вот так, мы это вычислим. Мы здесь используем то, что это соотношение, которое вытекает из этого. А это просто закон преобразования матрицы Эльмитрова. У вас здесь стоит G-альфабета на H-1-1. На G-альфабет на H-альфабет. Мне кажется, не надо преобразовать матрицы Эльмитрова при замене Байдис. Вы согласитесь? Отлично. Теперь мы хотим приехать вот сюда. Нам нужен D-палат, в котором у нас живет здесь Эльмитрова С-0. А у Е-2. Кто у нас будет? Смотрите. А у меня D плюс D шехтой, D на D это будет 0. Поэтому у меня в вышине только D шехтой, D логарифм Ах 1 на 11. А теперь смотрите, давайте я референцирую формат Г-альфм Ах 1. А у меня получается ровно то, что написано здесь. То есть мне будет DH поделить на H-альфм Ах. Так вот. Это у меня в сущности С-1 от Си. Вот класс. А дальше что? Ну, просто взять его, перетащить его вот сюда и все. Вот. Вот разница. Конец. Да. Значит, это, пожалуй, все, что я вам хотел сегодня рассказать. Я думаю, что там те, для кого это блог, они уже переполнены. Вот. Значит, где хорошо подочитать про вот эти самые штуки? Это год и тут. Вот год и тут, а не забывать. Мой третий. Где как раз объясняется вот эта штука. Могу без чека и объясняется, почему вот этот двойной комплект это такое естественное обобщение или что-то непосредственность на Ютуб. Почему, значит, это там или правильно вообще? Вот. Вопрос у нас здесь. А что вы сядете в Сементре? В Сементре будет все то, что мы хотели сделать в этом Сементре. Мы не успеем. В самом пути. То есть, вы плата, я это поняла? Это то же самое, что было... Нет, ну я иногда дополню чем-то. Ну, скажите. Но в этом Сементре у меня были четные надежды, что ты в Сементре прочитать. Вот. А на Сементре, в Сементре, в Сементре, я просто как я сказал, вот тогда эти надежды, они растутся еще больше. Кажется, к концу встречающего Сементра будет. Вот. Вот.